Добрый день, все любите влажного бритья. Сегодня у нас очередное бритье. Бритье будет вечернее, щетине 3,5 дня. Специально так, чуть-чуть подзарос. Да и особо времени не было бриться. Много работы, поэтому вот сегодня решил попробовать что-то новое из своих последних новинок и соответственно снять на это обзорчик. Чем мы сегодня будем бриться? Бриться будем сегодня следующими участниками. Давайте начнем с мыла. Мылом сегодня будет вот такое мыло. Фитьяр. Норвегия, если я не ошибаюсь. Ничего, да, Норвегия. Фитьяр. Мыло веганское. Как заявляет производитель, это 100% натуральные продукты использованные. А аромат мыла называется Хаван. Это аромат состоит из аромата кедра и цветущего вереска. Значит, брал я не в баночке, а брал рефил. Рефил у них поставляется вот в такой вот красивой бумажечке. Вот. С обратной стороны тут даже, я так понимаю, описание, история острова. Вот. Тут сейчас будет отсвечивать, наверное, тут. Ну, много чего написано, короче говоря, для тех, кто хочет почитать. Вот. И сам рефил. Шайбочка должна быть 100 грамм. Но сразу скажу, что у меня два таких мыла. И одно из них весило 85 граммов, второе, да, там, весило 100 грамм. Значит, от шайбочки, от рефила у меня уже остался вот такой вот кусочек. Уже люди подсуетились, на пробнике разобрали. Мыло достаточно твердое. И я его утрамбовал вот в нашу 3D-чашу. Аромат действительно приятный. Действительно есть вот небольшая древесная составляющая. И я так понимаю, на все остальную нишу аромату составляет вот этот цветущий вереск. Как цветет вереск, ребят, я не знаю. Верим производителю. Но, как бы, аромат очень приятный. Такой нежный, не давящий. И такой достаточно интересный. Так, после бритья мы воспользуемся вот таким вот лосьончиком от Воресина Кубэбэ. Так как бритье вечернее, ничего не будем использовать спиртового. Такие лайт-варианты. По мазочкам. По мазочкам будет предварительно замоченный Вулфикс. Посмотрим там, как он сегодня себя поведет с этим мылом. и станочком. Станочком, ребят, сегодня будет кто-то скажет сейчас, что это Меркур. Нет, это китайская копия на Меркур 34, как уверяет производитель, от компании Дескосметик. Что я могу сказать? Я уже побрился им несколько раз. Так, лезвия будут Пермошарп новое. И честно сказать, ребят, когда я его заказывал, я исходил из того, что все Меркуры, которыми я пользовался, это были достаточно мягкие станки, комфортные, то есть без всяких там выпендрежей подходят для бритья на каждый день. И поэтому как бы я думал, что этот будет такой же. Но когда я начал бриться, меня не то, что разочарование, такое удивление было сначала. Так, хочу предупредить тех, кто будет заказывать эту голову. Она идет уже с такими вот проставочками под ручку силиконовыми. Они такие проставочки можно купить просто набором 10 штук 10 косметик. Так, что у нас получается? Ну, лезвие встает ровно, ребят. По крайней мере, какого-то вылета, перекоса я не заметил. Получится сфокусировать, нет? Вот, ручка титановая, Тибам. Так что вот таким комплектом мы сегодня будем бриться. Давайте начнем приготовления пены. Вот, я что-то водички не струсил. Мыло откликается тут же на такими крупными пузырьками, но тут же буквально через 10 взмахов уже крупные пузырьки проходят. Мыло, ребят, конечно, я взял с запасом на одно бритье. Понятное дело, что оно у нас останется, и бриться, я думаю, буду раза 3-4 еще. Посмотрим, какой будет расход. Мыло интересное. Просто для себя, кто видел у меня в инстаграме там мою последнюю посылочку, там два мыла вот как раз Фигер и одно Мартин Дек Кантер. И этими скорее всего я хочу пока закрыть вопрос по веганским мылом. Вот. Как-то мне ближе пока жировые продукты, поэтому остановимся пока на них. Из веганских у меня варисина, викхем, по-моему, больше ничего. Посмотрим. Но варисина, например, меня никак не удовлетворяет по ТТХ, по скольжению. хорошее мыло с нетривиальным ароматом, но не более того. Так, значит, смотрите, ребят, что у нас по пене. Вот так вот помазок уже загружен. И вот, что у нас в чаше. То есть тут пена достаточно такая сливочная, блестящая. Так что посмотрим, как она сработает. Я предлагаю смочить лицо и перейти уже к процессу бритья. Душ у меня был, но был давно уже, часа два-три назад, наверное. Поэтому ничего не распариваем, просто посмотрим, как это мыло отыграет сегодня свою премьеру в нашем бритье. Аромат приятный, ненавязчивый такой, одновременно достаточно интенсивный. укрыстость, как мы видим, достаточно хорошая. Christmas состояние, ненавязчивые вот или ненавязчивые И если для веганского мыла ребята плотность очень даже неплохая оставляем помазочек так не будем его убирать в мисочку так ну что берем наш станочек здесь косметик лезвие perma sharp новые вперед вот опять же сейчас могу сказать насколько немаловажную роль играет лезвие первый раз я попробовал этот станочек с лезвиями astra синие потом были ладос и пол лица ладосом побрел пол лица физи и честно сказать я был удивлен я думал что это более мягкий станок но на деле оказалось все не так что конечно неплохо было бы сравнить с оригинальным меркурием 34 но его у меня не было поэтому исхожу просто из своих общих впечатлений по меркуром ну вот первым шарпом и синие астро принципе было неплохо но сладу с визером конечно меня удивили в этом станке могу сказать что какой-то плохую сторону но так ребят что могу сказать пока все идет достаточно неплохо хорошее скольжение у моего станочек идет как надо нигде не спотыкаются и плавно переходим на второй проход давайте возьмем пищу мылица принципе того остатка который был по маске нам бы хватило ну чё у нас полна миска пены аромат ребят приятным очень мне нравится внешне как бы у меня претензий к пене пока никаких чаши она также не подсаживается стоит пучком все второй проход а и а и и и и и и по моим ощущениям что вот эта голова она даже где-то по агрессивнее чем мюли 89 то есть насколько я правильно понимаю меркур 34 наоборот помягче вот тут прям так но качество бредя притянести нет просто если на 100 и на синий но без такой был условный там на четверочку с плюсом то сейчас прям и с визером и с ладосом тоже конечно качество было на уровне но сейчас добавилось комфорта единственное осторожно надо быть вот с этими уголками они все-таки острые неприятно втыкаются все ребят отлично умываемся наносим авто шейф и подводим итоги все все Забыл. Так. Ребят, что могу сказать по состоянию кожи, вот это уже уровень хорошего жирового мыла, в принципе, то есть кожа не стянута, чувствуется, что достаточно хороший состав уходовых качеств в мыле и прям радует, то есть даже вот для зимы я бы его, ну, использовал, очень-очень-очень мне понравилось пока, ничего не могу сказать, пока все. Так, ну давайте чуть-чуть лосьонечка, варисина, сапанифича, кубебы, надо чуть-чуть прям, тут дозатор такой достаточно щедрый, поэтому. Он достаточно такой ароматный, поэтому немножко его... Ну, приятный. Ничего не могу сказать, вот по лосьонечкам, даже это, ну, сложно назвать лосьоном у варисина. Так, отличненько. Ну что, давайте подведем итоги. Значит, давайте начнем с мыла. Мыло, ребят, у нас сегодня было новиночка, фитер. Вот такой вот, да, такая вот упаковочка от рефила, от шайбы. Аромат Heaven. Даже вот они пишут, что 100 грамм должно быть, да. Выпуск август... А, годен до августа 22-го года. Так что, 6 месяцев нет консервантов и парабенов. И не тестировалось на животных. Ну, не тестировалось, так не тестировалось. Поверим на слово. Вот, что могу сказать по мылу, ребят? Мыло мне понравилось. Понравился аромат мыла, понравились его характеристики. Достаточно неплохое скольжение для веганского мыла. Хорошие уходовые качества. То есть, мне понравилось состояние кожи после него. Попробуем это мыло с более агрессивными станочками. Может быть, даже на Эконе его запущу. И уже тогда можно будет, когда там несколько раз побреешься, сделать какие-то выводы по этому мылу. Есть у нас, конечно, люди, кто за один раз все это могут. Но мы попробуем несколько раз. Вот, дальше. То есть, вот помыл, ребят, как я его сбил. Чуть-чуть я его отсюда забрал на второй проходик. И так у нас все и осталось. Аромат шикарный. Дальше, по помазочку. Что могу сказать? Как всегда, Wulphix отработал. На два прохода он в себе пены сгенерировал. Набрал. Нанес отлично. Поэтому, ребят, пока что у меня... Это, ну, один из любимых помазков в ротации, которые сейчас есть. Дальше. По станочку. Что могу, ребят, сказать дальше по этому станочку? Неплохой вариант для тех, кто только начинает бриться. Да, попробовать, ну, какой-то такой вот недорогой вариант. Там голова что-то порядка рублей 600 или 700 стоила. Это цинхром сплав, да. Это не нержавейка. Хороший вариант. Хорошо бреет. Опять же, купили такую голову. Набор лезвий. Пробуйте, экспериментируйте. Ни в чем себе не отказывайте. Ну, к качеству изготовления, да. Вот эти вот краешки, конечно, они... Хотелось бы, чтобы были более дружелюбными к коже. Вот. Краешки нижней плиты, да. А так... Очень даже неплохо. Ну, попробуем его еще с разными лезвиями. Посмотрим, как он себя ведет в сочетании. Тогда уже можно будет подводить какой-то итог. Ну, по лосьончику, ребят. Ну, это хороший продукт. Проверенный временем. Варисина. Аромат Кубеба. Такой легкий, цветочный. Ненапряжный. Ну, все уже впиталось. Поэтому... Для тех, кто спиртовые лосьоны на зиму, да. Противопоказаны кому спиртовые лосьоны. Очень хороший вариант. То есть... Прям вообще за милую душу. У меня два. Кубеба и манна десицилия. Вот. Ну, и то я ими редко пользуюсь. Потому что в основном спиртовыми. Предпочитаю пользоваться лосьонами. Так что, ребят. Вот такое у нас сегодня получилось бырье. Как всегда, лайки, комментарии приветствуются. У кого какие-то вопросы, ребят, почта, инстаграм. Все ссылочки оставлю под видео. На свою страничку на авито. Там, да. На мыло фитер. Чтобы можно было посмотреть. У них там достаточно большая... Достаточно большой ассортимент продукции. Там и мыло, и автошеевый. И для бороды средства. По уходу есть. Там всякие масла. Вот. Так что, кому будет интересно, проходите, смотрите. Может быть, кто-то что-то себе прикупит. Как всегда, ребят. Всем большое спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Здоровья. Хорошего, комфортного бритья. И увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.